приветствуем наших подписчиков и гостей канала эзотерика для тебя друзьям и во всех приветствуем в изобилии и достатке сегодня в этом видео уделим внимание народным приметам на 13 июня поговорим о том что обязательно нужно сделать в этот день на какие моменты обязательно стоит обратить внимание чтобы этот день прошел удачно и благополучно друзья далее все более подробно в этом видео и так по народному календарю 13 июня отмечается день еремия распрягальника а вот православная церковь вспоминает апостола от 70 ерма и мученика ермию каманского про ерму информации совсем мало а вот ермий верил во христа и вел благочестивую жизнь об этом донесли властям и он был сначала подвергнут мучением а потом обезглавлен тело святого тайна погребли христиане в прежние времена 13 июня крестьяне заканчивали посевные работы распрягали лошадей сажали бабы и обращали внимание на росу чтобы понять какая погода будет на следующий после еремея распрягальника день кормильцам коням 13 июня оказывали особые знаки внимания благодарили их за работу баловали обязательно вкусной едой купали давали им отдыхать люди верили что если на и и на ереме распрягальника запрячь лошадь то она сильно заболеет поэтому даже при большой нужде крестьяне этого не делали а вот приставка распрягальник связано с тем что по завершении посевных работ с коней снимали тяжелое оборудование при помощи которого они обрабатывали землю принято было уделять внимание лошадям 13 июня так как и их благодарили за успешный посевной сезон за это их можно было побаловать вкусностями и дать отдохнуть считалось что именно в этот день запрячь коня то тогда он и он очень скоро сильный и смертельно заболеет поэтому даже если возникала такая потребность крестьяне считали важным дать день отдыха лошадям по этой причине в этот день они старались передвигаться пешком а все важные дела откладывали на будущее известны еще об одном поверье которое было связано с посевными работами так крестьяне которые в этот день уходили с поля после посева последних яровых старались задобрить духа полей ведь вслед за ними туда приходил полевик или так называемый житный дед если у духа было плохое настроение он мог своеобразно подшутить над человеком завести его в болото или сбить с пути но в любом случае крестьянин не видел своего потустороннего оппонента некоторым все же у того отдавалось встретить полевика на границе поля поэтому однозначно сегодня делать засыпать после тяжелой работы не рекомендовалось считалось что житный дед не был бездетным он воспитал межевичков и луговчиков которые бегали на краю поля и охотились на птиц для того чтобы прага приготовить обед своему отцу а если злые духи встречали человека они также могли навалиться и задушить его второе название у 13 июня еремий бобовник женщины в этот день сажали бобовые в надежде получить богатый урожай и вы знаете данный период считался началом уже лета и концом пролетия зацветали к 13 июня розы либо и именно сегодня в этот день 13 июня опрыскивали плодовые деревья от вредителей заморозков к этому времени уже не было в принципе 13 июня считали самым обыкновенным днем когда нужно было прибираться в избах работать на огородах заниматься мелко мелкой домашней работой продолжались 13 июня девичьи посиделки готовились к свадьбам и готовили приданное анализировали природные явления пытались предсказать погоду на ближайшие дни и месяцы если на 13 июня была сильная роса то это было к солнечному дню непогода на еремея предвещала суровую зиму а если день был погожей то уборка хлебом будет пригожей у кушка кует на хорошую погоду сильный туман утром к урожаю грибов а затяжной дождь пророчит плохой урожай в этот день после работы в поле нужно было задобрить угощением полевика или как его называли жидного дев деда который может обидеться и наслать вредителей на ростки и в этот день было принято в ров рядом с дорогой от поля класть для полевика яйца и тушку старого петуха без головы еще немного зерен и поднятых земли яблок категорически нельзя было 13 июня заставлять тяжело работать лошадей ездить на них или запрягать в телегу также в этот день нельзя было и переезжать по народной примете смена обстановки может плохо отразиться на деньгах и карьере а также стать причиной проблем со здоровьем 13 июня запрещено было разговаривать и на повышенных тонах и стараться держать свои эмоции под своим контролем также в этот день ни в коем случае не поднимайте земли булавку взяв ее в руки можно направить на себя весь накопившийся в ней чужой негатив и нельзя в день еремия распрягальника кого-то пугать и вообще лучше в этот день избегать общечувства страха тоски и подавленности если есть такая возможность то общайтесь только с позитивными людьми и проводите время в веселой и непринужденной обстановке потому что это скажется позитивно обязательно на вашем будущем под запретом в этот день будут любые розыгрыши которые способны напугать кого-либо потому что страх который поселится в душе человека именно в этот день 13 июня долго не отпустит его день еремия распрягальника не стоило говорить между собой на повышенных тонах в противном случае громко ругаясь вы смогли привлечь внимание нечистой силы которая приносила несчастье и беды по этой причине в этот день следовало строго контролировать свои эмоции а при возникновении каких-либо конфликтных ситуаций стараться решить все мирным путем обращаем ваше внимание что сны в эту ночь покажет вам не только проблемы которые могут мучить вас в реальной жизни но и их решение поэтому постарайтесь запомнить записаны свои сновидения а лучше запишите их на листке бумаги а вот люди которые родились 13 июня будут энергичны и уверены в себе они обладают сильным характером они дружелюбные и общительные к слабым сторонам именинников этого дня можно отнести доверчивость неразборчивость и нецелесообразно расточительство жизненных сил и энергии а вот в качестве талисмана им подходит сапфир теперь давайте друзья поговорим о лунном календаре на 13 июня по лунному календарю нас с вами ждет 13 и 14 лунные сутки растущая луна в знаке зодиака стрелец обращаем ваше внимание что этот день таит в себе неоднозначность неудачен он в том что все как будто возвращается на круги своя и чтобы вырваться и замкнутого круга проблем надо поработать над собой между тем в нем есть и плюсы этот день из самых социальных дней потому что подошло время для проведения общественных мероприятий групповых контактов накопления информации проблемы сегодня возможны лишь из-за ваших прошлых ошибок которые теперь не дают вам спокойной совестью двигаться вперед не нужно сейчас встречать эти проблемы в штыки нужно радоваться чтобы они обнажились их можно было исправить этот день такую дает возможность всем но не все ею умеют пользоваться если вы чувствуете что вашей интуиции памяти не хватает чтобы вспомнить какие-то промахи совершенные вами никогда нужно настроиться на космическую энергию она обязательно посылает в этот день знаки или просто откровения свыше по ним и можно узнать о том что именно нужно вам исправить это опять действия символа этих лунных суток потому что символом этого дня является колесо а это не только движение но и центр и сосредоточение силы и света сегодня словно все раздвигается знаете грань между реальностью и тем невидимым миром энергетика этого дня будут способствовать раскрытию творческих начал в человеке именно в этот день создаются шедевры искусства если вы относитесь к разряду творческих людей обязательно посвятите себя любимому делу например напишите стихи сочиняйте музыку или как вариант рисуйте картины сегодня старайтесь активно жить своей жизнью потому что обновляются жизненные силы энергия полезные вещества это все сбалансировано циркулируют в организме превосходный день для осознания и анализа прошлого получения новой информации а также повышение уровня образования сегодня будьте среди людей благоприятен коллективный труд и творчество может быть даже получится раз и навсегда разобраться в истоках прошлых проблем а также вы сможете распутать клубок прежних противоречий и вы знаете вот именно чтобы развязать какие-то противоречия ссоры проблемы вам поможет простая практика простое распутывание клубка они так обязательно попробуйте в этот день и убедитесь в его эффективности что же касательно стрижки волос то стрижка оздоровит выделительную и мочеполовую система также поможет решить вопросы бизнеса сегодня ощущается особо тесная связь со всем прошлым отпустите его наконец и позвольте новому изменить вас и вашу жизнь и что логично поменяйте прическу в этот день если вы именно хотите каких-то положительных и кардинальных изменений если вы уже улучшаете свой имидж и например отращиваете длинные волосы не забудьте немного подровнять их такая незначительная процедура обогатит ваши волосы и благословит на быстрый рост как минимум попробуйте зачесывать волосы по-другому что же касательно окраски волос то окраску волос лучше совсем отложить укладки и прически делайте сегодня только в домашней обстановке только своими руками в этот день космическая энергия передается по новым источником поэтому используйте свой богатый потенциал только в нужном русле неблагоприятность сегодня день для свершения больших дел и путешествий есть вероятность что все может закончиться потерей и разочарованием не подходит этот день и для серьезных дел и начинаний особенно совершаемых в одиночку друзья вот такой у нас с вами был день 13 июня по народному календарю и по лунному календарю с вами как всегда был канал зато река для тебя обязательно подписывайтесь на наш канал обязательно ставьте лайк этому видео обязательно и поделитесь этим видео с теми кого вы любите кого вы цените кому вы желаете мира любви и гармонии друзья прямо сейчас на экране видите два прямоугольника это следующий рекомендованные видео для вас нажимать это видео которое вам на интуитивном уровне нравится больше и смотрите